Я сел А ты не рай Но уезжаю отсюда я И покидаю навек тебя Источник счастья, огонь любви Ты погасила в своей крови Видать, недолгой любовь была Ты обманула, ты подвела Источник счастья Источник счастья Источник счастья Источник счастья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Напрасны слёзы, напрасен крик, Лицом я молод, душой старик, И первый волос, эх, мой седой, Был мне подарен одной тобой. Прощай, прощай, звенит звонок, Я был свободен, стал одинок, Я буду помнить тебя всегда, Но не увижу уж никогда, Но не увижу уж никогда. Доброе утро, Новосибирск! Очень скоро наступит прекрасный день, юбилейная дата, 70 лет рок-н-роллу. Международный день рок-н-ролла грядет, соответственно, начинаем заблаговременно готовиться к этому событию и погружаемся в эту тему. Всем доброе утро, меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях. Вадим Денисов, доброе утро! Доброе утро всем! Рок-н-ролл, одно из самых известных направлений в музыкальной культуре, появился в середине 20 века. От других стилей отличается быстрым темпом, раскованностью исполнения и чётким музыкальным ритмом. В этом году рок-н-ролл исполняется 70 лет. Кто создал этот жанр? Как эта музыка появилась в России? И о многом другом поговорим с лидером группы Капитан Дик, Вадимом Денисовым. Вадим, что такое рок-н-ролл? Расскажите уже, раскройте нам, не знаю, как правильно его определять, как он звучит. Звучи, да, и правильно ли я вообще сказал рок-н-ролл? Что это значит? Ну, всё верно. Значит, у этого слова, конечно, оно очень многозначительное, в нём много смысла всякого разного заложено. Но в первую очередь это стиль музыки, да? Начнём с музыки, собственно говоря. Рок-н-ролл, то есть рок-энд-ролл, сокращённо, значит, по-английски. И дословно это значит качаться и крутиться. Да. Всё просто. Да, всё просто. То есть это такая вот музыка, значит, явно достаточно весёлая, да? А вообще термин этот придумал американский диджей Алан Фрид, по-моему, звали его, если память мне не изменяет. Он, как бы, первый это слово применил поотносительно к этой музыке, а вот оно прилепилось, как бы, и все потом стали так называть. А вообще, если с музыкальной точки зрения говорить, музыка рок-н-ролл – это фактически блюз, только с убыстренным темпом и со смещением акцентов с первой и третьей доли на вторую и четвёртую. Вот так. Если, в общем, точно с музыкальной точки зрения это говорить. Ну, это, собственно, как в джазовой музыке, практически в любой, там же идёт смещение на вторую и четвёртую. Правильно же? Ну, в свинге, в свинге как раз акцент там на первую и третью долю приходится. То есть и в блюзе, который, ну, родственный джазу жанр, да, то есть там тоже, там свинг. А здесь, как бы, свинга нет, здесь такой прямой ритм. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот вторая и четвёртая доли акцентируются в малом барабанном. То есть, ну, вот это если, как бы, с точки зрения музыкальной так говорить. А вообще, эта музыка такая вот заводная, трёхаккордная, чаще всего, значит... Три аккорда? Да, три аккорда. Прекрасно. В ней, в этой музыке. Три небезызвестных аккорда. Это три правильных аккорда, я вам скажу. Ну, и вот она вот такая, первая пластинка, которая считается рок-н-роллом, как раз, собственно говоря, вышла 70 вот уже лет назад. Это было в апреле 1954 года. Это песня группы Bill Haley and the Comets. И называлась она Rock around the Clock. Вот эта песня считается первым рок-н-роллом в истории, как бы, говоря. Вот, потом эта песня... Рок вокруг часов, да? Рок вокруг часов, да? Или рок круглые сутки, можно так перевести. Возвращаемся вот к названию. Всё-таки рок-н-ролл уже объяснили. Это качаться и крутиться. Рок — это просто качаться. Всё равно так или иначе, у них есть общая составляющая. А есть ли сходства в этих жанрах? Или это вот прям отдельное звено? Нет, смотрите. Собственно говоря, рок-н-ролл — это, так сказать, базовый рок. То есть все жанры рок-музыки вышли из рок-н-ролла. В итоге получается так. То есть там потом добавились другие ещё влияния какие-то музыкальные. Но, собственно говоря, рок-н-ролл, если так вот говорить, я вот упомянул блюз, да? Блюз — это как бы отец рок-н-ролла. И у кого-то из великих блюзменов есть даже песня такая, которая называется «Блюз — это отец рок-н-ролла». А у рок-н-ролла есть отец, и это называется он «блюз». По-моему, так как-то переводится. А ещё есть составляющая. Это музыка country-н-вестерн американская. То есть блюз — это музыка чёрного населения Америки, а country-н-вестерн — музыка белого населения Америки, соответственно. И вот когда они объединились, собственно, получился рок-н-ролл как жанр. И есть представители характерные, то есть такие вот чёрные рок-н-роллные музыканты дяготеют к блюзу, а белые рок-н-роллные музыканты дяготеют к музыке country-вестерн. То есть Элвис Прейсли, у него чётко кантри влияние, Джерри Ли Льюис, у него тоже чётко влияние кантри музыки прослеживается, ну и так далее. А у таких, как Чак Берри, например, или Литл Ричард, у них наоборот блюзовые чёрные музыканты, у них блюзовые больше влияния. Да, у них такие интересные оттяжки слышны, когда слушаешь материал, такие оттяжечки, такие оп-оп-оп, они делают. Ну это чисто... Ну и манера игры Чак Берри на гитаре, конечно, она очень сильно блюзовое влияние из пикалов. Так, всё, началось. Так, мы остановились на том, что первая, вторая, третья, четвёртая доля, четырёхтактный двигатель. Давайте, да, продолжим. Мы сильны в этой теме. Я, кстати, более-менее. Ты уж, пожалуйста... Встретили два музыканта, я попробую вам соответствовать. Да, ещё один вопрос. Когда рок-н-ролл пришёл в Россию? Всё-таки это зарубежная культура, это зарубежная музыка. Мы прекрасно понимаем, что... Явно, что не сразу она до нас дошла. Да, да и вообще... Сказываются километры в расстоянии? Нет. Некоторые моменты, некоторые жанры, некоторая музыка одно время была под запретом. Мы же все это знаем. Ну да, конечно. Ну, смотрите. Вот было такое молодёжное движение в Советском Союзе называлось оно «Стиляги». Все знаете. Да и кино смотрели. И кино, конечно, было про это всё видели, да. Вот через них эта музыка пришла, собственно говоря, в Советский Союз, в Россию, да. То есть они изначально увлекались джазом, буги-вуги музыкой. И когда появился рок-н-ролл, они каким-то образом там по своим каналам... Ну, вы же знаете, да, у многих были родители, там, дипломаты, выездные всякие. Они привозили какие-то... Откуда вообще бралась зарубежная музыка в Советском Союзе? Ну, привозили моряки, привозили дипломаты, что-то вот, кто за границу идёт. Придавали, пиратство, копировали. А потом их уже множили там на этих костях, значит, рисами себе записывали. Вот. И вот таким вот образом. И первые записи рок-н-ролла пришли через «Стиляг». Вот. Ну, а потом уже там дальше уже музыка эта развивалась, и, соответственно, появились там шестидесятники уже после «Стиляг», да, кто вот в «Битлз» появились там. Они уже больше с пластинок стали привозить. Интерес был большой очень к этой музыке. Ну, вот так вот постепенно. Сначала через, так сказать, частным образом. Частным образом. Хотя, я помню, у моей мамы у неё было много пластинок, она увлекалась музыкой. И у неё была одна пластинка «Мелодия и ритма зарубежной эстрады». Ну, я не знаю, это выпуск, наверное, конца 50-х, начало 60-х годов где-то. И там была песня певца Мануэля. Мы, как сейчас, я помню, звали «Мануэль». И это была песня, называлась она «Tonight». То есть, ночью, да? Чё, ночь. И вот это чистый рок-н-ролл. Уже. Понимаете? Уже это чистый, прямо, рок-н-ролл. То есть, это пластинка фирмы «Мелодия». Александр Пушной в своё время рассказывал, что его спасла пластинка как раз с рок-н-роллом, когда он шёл один с этой пластинкой и вот его пытались, значит, ну, не знаю, там, напасть, отобрать там деньги какие-то или ещё что-то. И вот он, говорит, спасло. Говорит, я, говорит, идут, там, не один. Вот вроде как-то, да, и назвал имя. И возвращаясь к этому интересу, оказывается, мы тут узнали о том, что у вас есть что-то общее с Александром Пушным. Что вас связано, Ну, когда Саша, он учился в старших классах школы, я в этой школе работал музыкальным руководителем, ну, вот, а у них был ансамбль школьный, и я вот с ними занимался, то есть он мой ученик, в общем, в какой-то степени, то есть я очень им горжусь, это самый мой лучший ученик. Я вот занимаюсь преподаванием, я преподаю, значит, детишкам гитару, там, и взрослым людям тоже, вот, в музыкальной школе, вот, и у меня много учеников, конечно, вот, ну, Саша, он, безусловно, талантищ, огромный, и я очень-очень рад, что вот у него так все здорово сложилось. Об этом я предлагаю, может быть, даже немножечко подробнее поговорим. Друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok, Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нам. Это оранжевое утро, и у нас сегодня в гостях. Вадим Денисов, разговариваем сегодня о рок-н-ролле, очень много узнали из истории, о том, как появился рок-н-ролл в россии вообще кто его основатель а хотелось бы услышать когда вы заболели рок-н-роллом когда вы начали познавать эту культуру потому что ну понятно что у вас наверняка есть какая-то изначальная база база какому инструменту учились музыкальной школе самое интересное что в музыкальной школе не учился вот я учился всему самостоятельно и ну это гитара была да то есть я умолял маму купить мне гитару и в итоге получил ее на день рождения на 12 лет когда мне исполнилось а вот а соответственно все это началось немножко раньше первое что так сказать меня вот сильно ну помимо маминых пластинок да я уже был немножко подготовлен мама она у меня такая ее молодость пришла на 50-е годы и она соответствующую музыку слушала я уже в детстве знал что такое элла армстронг элла фиджеральд пэн мундур из дэй музыки фрэнк синатра да я вот на этом рос ну и что то мне какой-то рок-н-ролл может попадался но сначала был журнал англия журнал англия за 1976 год мне было 11 лет и вышел этот вот номер знаменитый в котором была статья большая с фотографиями про группу led zeppelin которые в то время находились на пике значит славы и мама у меня работала тогда в горкоме партии инструктором по культуре и она этот журнал увидела в киевске горкома купила его принесла домой я прочитал значит пришел в полный восторг значит и от вида музыкантов и от того что значит там было написано в целом там еще была такая статейка что популярно в поп поискать и было открыт значит вот краткий обзор того чтобы сейчас популярна в англии какая музыка вот и тут я значит совершенно заболел и стал всех спрашивать что курок и рука что такое рок-н-ролл вообще расскажите между такой рок-музыка всех один никто мне ничего сказать не может толком вот а потом я летом дело было каникулы значит я гулял что во дворе я на клумбе нашел пластинку такая маленькая пластинка миньон знаете на 33 оборота 4 по 2 песни на стороне обычно бывало случайность нет не думаю вот я подобрал на нечто там написано вокально-инструментальный ансамбль англия вот а сверху кто-то шариковые ручки цветной пасты так аккуратненько приписал the beatles по-английски я очень-очень интересно я эту пластинку значит взял принес домой очистил от земли поставил на проигрыватель и первое это была песня can buy me love да действительно было beatles значит все и вот когда я ее слушал я ребята в буквальном смысле упал со стула от восторга от эмоций которые нахлинули на меня в тот момент когда макарный в этой песне издает свой вопль знаменитый я брык со стула и свалился и захватило так захватило это было как откровение я подумал вот оно то я нашел наконец все ответы на свои вопросы в жизни знаете вот вот оно и путь и истины и жизнь как говорится это то чем я хочу заниматься вообще вот она в я услышал и после этого если мама купи мне гитару мама купи мне гитару я хочу учиться играть ну мама у меня была понимающая она сама очень музыкальная прекрасно пела играла на фортепиано пластинку даже записала в молодости я об этом расскажу потом если интересно кстати говоря ну то она пошла мне навстречу на 12 лет я получил свою первую гитару и началась на ней там сразу учиться где-то мне брат показал где-то сосед что-то показал я постоянно с ней ходил и у меня прогресс пошел постепенно то есть а это гитара первая в вашей жизни какая по счету она ну точно сказать не могу гитару мы в моей жизни было уже много к тому времени но мне очень нравится этот инструмент это гитара корт g 260 модель называется вот очень такая по душе и она со мной где-то наверное уже ну больше десяти лет двенадцать наверное на истории какие-то с инструментами уже все равно вы ездите у вас концерты контролируете да да ну вот история которая связана с этой гитарой нас связано с авиакомпании севан кстати говорят сейчас я вам расскажу значит в шестнадцатом году дело было вот я эту гитару уже давно на ней играл вам хороший звук у нее такая удобная вот как мне нравится все и вот пригласили меня друзья в москву чтобы выступить там в клубе джимми такой есть там москву джимми хендрикс ну понятно портрет хендрикса большой поехали полетели на самолете и некоторой авиакомпании полетели да и вот я прихожу туда значит уже у меня все билета начнется я прихожу мне говорит это что у вас игру гитара мол типа нет сдавайте в багаж игру она в мягком чехле у меня ну какой можно галяши там сломают я же знаю как они там кидают эти чемоданы и говорю ребят вы че издевайтесь не могу я ее это самое мне вот я на концерт лечу вообще-то вы войдите в положение ну деньги давайте платить и тогда его моргнем этот момент вот я так крякнул потому что сумма была по тем временам весьма и весьма приличная такая чувствительная содрали они с меня вот ну вот и только за то чтобы пронести эту гитару в салон то есть это не отдельное не отдельное место просто чтобы взять ее с собой внутрь салона самолета вот ну и вот таким вот образом значит я обогатил эту авиакомпанию серьезно значит вот обратно когда летел я уже из москвы в новосибирске я летел в другой как авиакомпании и там мне даже слова не сказали ничего я спокойно пронес гитару в салон я понял что есть у нас еще недостатки в сфере обслуживания знаете да есть и между прочим стоимость как говорится ценности гитары возросла еще на энную сумму которую потребовала авиакомпания а это и минимум минимум 15 процентов наверно 10-15 процентов от стоимости этого инструмента сразу да в гору ну это весьма это минус карме минус столько сколько забрали мы в курсе что у вас вы продолжаете гастролировать у вас концерты и у вас есть собственная группа вы являетесь лидером группы или фронтменом как сейчас модно называть да который называется капитан дик сколько лет группы это же одна из старейших групп и он на самом деле весь новосибирск знаю пару лет назад отпраздновали 30-летие 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 да вот ну вот и продолжаем вот на четвертый десяток пошли уже пока все хорошо скажите а как вообще удалось вот так вот собрать группу я же понимаю прекрасно что человек который ну там скажем да душа там болеет музыкой хочется играть определенную музыку нужно собрать кого-то где-то найти единомышленника дед найти басиста чтобы все это получилось долго вообще собирался костяк ну мне повезло в какой-то степени потому что я к тому времени когда капитан дик появилась группа я уже был известного новосибирске музыкантами потому что у меня до этого была очень популярная группа в новосибирске называлась она страховой полис и вот вторая половина восьмидесятых годов мы собирали там залы буквально прям тысячные то есть декачкалова там например собрать трещал по швам конечно дк октябрьской революции собирали там дк же то есть я во всех крупных на всех крупных площадках новосибирска уже выступал естественно я знал множество музыкантов они знали меня и вот когда значит я остался без группы фактически весь девяностый год я провел репетируя с группы калинов мост просто чтобы поддержать форму мы рад для себя этим занимались вы попутно нарабатывал материал для собственного проекта а потом значит на каком-то из концертов я был просто в качестве зрителя ко мне подходят ребята знакомые из группы макет и говорят барабанщик гитарист и бас-гитарист и говорят слушай мы уходим из макета и вот дубы здорово нам как-то наверно объединиться может быть да я знаю у тебя нет группы сейчас на давай вместе работать и таким образом я сразу получил всю группу одним махом ничего практически для этого не делая даже особенно не вы группу нашли а группа нашла меня да сами ребята подошли и предложили сотрудничество и уже вот готовый состав то есть гитарист бас-гитарист и барабанщик и я гитарист и певец все вот где показалось ли подошли сказать мы тоже очень любим рок-н-ролл поэтому мы вместе теперь но мы-то как раз и я искал музыкантов таких по мастеровите что называется даже более профессиональных потому что в рок-н-ролл я поиграл же со страховым полисом изрядно и мне хотелось немножко утяжелиться да ты немножко в сторону хард-рока так сказать понятно и вот здесь музыканты как раз уже которые были в курсе этих всех вот вещей умел умелые техничные музыкальные в том числе и со своими идеями музыкальными они пришли и вот первый состав группы потом конечно состав менялся многократно это нормальное явление тогда нормальное явление причем через группу прошло множество замечательных просто музыкантов которые вот в новосибирске известны сейчас я там мне довелось работать там я не знаю с юры лазаревым прекрасный пианист замечательный просто новосибирске антон чичурин еще пианист тоже замечательные они все там после музычилища после я работал с андреем турыгиным замечательный знаменитый саксофонист новосибирский преподаватель консерватории заслуженный артист российской федерации он сейчас вот то есть с очень многими замечательными музыкантами мне повезло работать а нам повезло что вы к нам пришли в гости и подарили нам сегодня свое рок-н-ролльное настроение спасибо что пришли к нам в гости спасибо что пригласили